друзья всем привет вот я уже и дома в алматы приехал без тормозов на переднем колесе три колеса только тормозили бишкеке не стал заниматься ремонтом продолжать и менять шланг тормозной только всего лишь успел купить шланг бишкеке на базаре но не захотел заморачиваться и доехал так на трех колесах шланг там я смог купить только китайские фирмы вайхоп оригиналов не было все к тому времени как я попал на базар запчастей все бутики уже практически закрылись только в одном единственном бутики смог купить шланг и он оказался китайским вайхопом и вот сейчас я снял колесо примерил шланг и шланг короче где-то примерно на 5 сантиметров от длины родной родного шланга но я думаю это большую роль не сыграет главное чтобы он был целый не порванный и нигде не сочился и чтобы по резьбе все подошло так как нужно и закрутилась ну вот собственно говоря сейчас хочу и поменять суппорт я уже снял и остается только открутить от штуцера самой трубки но так как голова штуцера и сама трубочка окисленные при кореле то то трубка железная трубка ну то есть она алюминиевая прокручивается вместе с с головкой штуцера поэтому нужно сейчас откручивать также как я и первый раз откручивал через шланг шланг надо открутить а потом уже разработать штуцер на трубочке либо его нагреть либо его как-то стукивать аккуратненько чтобы не скрутить саму трубку сейчас я буду этим и заниматься шланг вот такой китайский вайхоп короче он оказался короче короче говоря он оказался короче родного оригинала на 5 сантиметров ну то есть вот я уже суппорт скинул и примерил его вот отсюда досюда вот такая вот длина даже больше чем на 5 где-то на 6 сантиметров короче но фиг с ним поставлю в принципе здесь есть зазор по длине в колене он уменьшится но я думаю ничего страшного вот она эта трубочка вот здесь которой штуцер про прикипел так вот сейчас здесь я также ксатор скобу сейчас я скину с железной вот этой основы тем самым освободиться крепление трубку опущу вот сюда вниз он выйдет из железного крепления вот этого который стоит на кузове и тогда я шланг ключом на 15 могу держа ключом на 11 штуцер трубки смогу шланг открутить вот после этого попытаюсь разработать штуцер чтобы он свободно вращался по трубке тем самым я уберу эту проблему это скидывание суппорта и откручивание шланга резинового от самой трубки ночью нам нужно этим сейчас заняться это смотрите вот раздвинул скобу и скобу отпустил вот видите сейчас стала подвижна эта тема то сейчас она упала в отверстие железной вот этой вот крепежки ты стала податливая сейчас я буду держать здесь ключ 11 здесь 15 отворачивать шланг покапала пробочку оденемся чтобы она не стекла все скобу сейчас нужно выпрямить ровно сделать опять ее родное положение видите и разогнул нужны сейчас подправить и опять загнуть усики все 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 Продолжение следует... Вот, теперь вот нормально, он зашевелился. Пока металл горячий. Сейчас надо его разработать, эту голову, чтобы она крутилась вокруг трубки. Теперь, алюминий окисливается, трубка из алюминия, и все, и потом окислы не дают башке, вот они, видите, окислы, башке провернуться. И она с собой крутит трубу, а трубка алюминиевая тонкая, и ее легко свернуть. Но если свернете башку, то считай, все, это замена трубки. Либо стыковать трубку через муфту, либо полностью менять, в общем, будет такая процедура. Все, отлично. Сейчас разработаем эту башку. Белый окисл из башки, между трубкой и башкой выходит. Белый порошочек. Нужно этот все там сейчас вот так разработать, чтобы башка была вот так подвижна. И сейчас нужно пролить тормозухой, вымыть оттуда вот эти окислы, смочить все. Ну, либо можно так же оставить на тормозухе, либо можно туда масло солидола какого-то, либо маслом смазать, либо солидолом, чтобы в дальнейшем там не развивалась коррозия. Вот так, видите, все, теперь башка крутится от руки, и вот податливая стала. Теперь я могу шланг закрутить в суппорт, а после закрутить через башку, тогда будет все ровненько закручено. А если закрутить шланг сюда, потом в суппорт, то может шланг быть перекрученным. Либо шланг закрутить в суппорт, а потом сюда в башку, то может шланг вот так перекручен быть в спираль. А это и плохо. После того, как башка стала свободна, все можно собирать обратно. Так, ну и вот, ребята, короче, вот они дырки. Все, сейчас нужно мне вот эти вот штуковины снять, потому как их здесь нету, а есть только вот такие вот резинки. Ну, а вот эти штуковины лучше от трения шланга предохранят обстойку амортизатора. Сейчас я вот эти сниму и натяну на этот шланг. Ну вот и заменил новый шланг. Старый шланг, вот он. Я его обрезал, чтобы снять вот эти вот резинки. Такая тема. И вот здесь дырка. Думаю, китайский шланг будет ходить, пока он новый. Единственная проблема была это вот здесь вот. то есть я уменьшил внутреннюю длину резьбы, сточил на наждаке. Вот. И сейчас вот это вот расстояние составляет... И сейчас это расстояние составляет 10 миллиметров, а было там аж чуть ли не, по-моему, 16, что ли. Здесь он закрутился без проблем. Вот. Ну и длины шланга, я думаю, вполне хватает. Вот. Тормоза уже прокачал. Педаль тормоза не падает. Педаль тугая. Тормоза есть. Воздуха нету. Думаю, будет ходить. Здесь вот так резиночка лежит. Вот. Перетирание. Так, друзья. В общем, маленькие рюансы в дороге все-таки бывают. Нужно в таких случаях иметь при себе набор ключей, хотя бы какой-то элементарный, чтобы можно было что-то сделать в дороге. Плюс какая-то маленькая смекалка. То, как, допустим, нашел нитки, обычные простые швейные нитки, моточек, и нитку намотал на шланг. Плюс какой-то там нашелся клей, суперклей. Все пошло в пользу ремонте на дороге и таким образом доехать аккуратно, потихонечку, не спеша до какого-то пункта назначения, где можно спокойно где можно спокойно отремонтироваться. Ребята, не ломайте себя в дороге, в путешествиях. А на этом все. Такой видос. Кому видос понравился, ставьте свои лайки и на этом все. До встречи. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok